Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаю изучение профессий, и сегодня у нас на очереди алхимия. На фазе прокачки уже увидел некоторые интересные моменты, а именно, эксперименты также остаются, они никуда не делись. Имеется рискованный эксперимент, на который мы тратим 2 катализатора и 30 травы, любой абсолютно. Если эксперимент делается неудачным, то мы ловим 15-минутный дебаф. Также имеется тщательный эксперимент. Мы тратим 5 катализатора, 5 рвения, 10 травинок, но кд при этом 2 дня. Быть может, с помощью каких-либо специализаций кдшка сокращается. Для того, чтобы получить катализатор, нам нужно выбрать кое-либо поушн или какую-либо фласочку в нейтрализации зелий, объединить с разбавляющим раствором, который покупается у вендора, и таким образом мы получим его в некотором количестве. Новое дополнение радует. В Dragonflight было 3 специализации, а тут целых 4. Самое первое, по типу теории алхимии, мы видим тут общие таланты. Центральный кружок дает нам мастерство абсолютно для всего. Далее разделение по траве. Микоцвет, блесница, кольчатка, копье оратора и благоцвет. То есть, прокачав центральный кружок, мы увеличиваем мастерство абсолютно для всех крафтов. А если мы прокачаем, например, левый, то все какие-либо поушны, фласки, где требуется микоцвет, будут усилены по своему мастерству. Окей, прокачиваем абсолютно все. Когда мы потратили 50 поинтов в центральный круг, то мы получили 2 новых крафта. Первый — замешанная отвага. Аналогичный предмет был уже в Dragonflight, который позволял нам сбрасывать кдшку на эксперименты. В Dragonflight мы молились на то, чтобы он прокал, а тут мы можем сами себе его изготовить и таким образом продолжить эксперименты. Такого крафта реально не хватало в Dragonflight. Второй предмет, который мы изучаем, это гармоничное садоводство. Тут все травушки нужны для того, чтобы получить один предмет зеленого качества. Такой аналогичный крафт уже был в Dragonflight, и назывался он Omnium Draconis. Такой цветочек зеленого качества. Скорее всего, да, это садоводство тоже нужно будет в каких-то других крафтах. Окей, то есть алхимику есть целым, куда девать травушку. Отдельные кружочки разгоняют абсолютно все крафты. Поушины, фласки, а также реагенты. И получено просто куча мастерства. 500 набранного мастерства. А всего лишь нужно 300 с целью того, чтобы сделать гармоничное садоводство третьего ранга. Первая специализация позволяла нам лучше обращаться с травой. Вторая специализация позволяет нам лучше обращаться с настоями. Название ее — нереальные настои. Маленькая, небольшая вкладка, небольшая специализация, где мы обучаемся различным талантам на крафт настоев. Изучив кружочек полностью, мы получаем новый рецепт, а именно ласк калдрон. Это котел. Самый обычный котел, с которого наши союзники могут взять ласочки. Будет ли он выгоден по реагентам — вопрос хороший. Надо думать, считать и смотреть. Котел не является персональным при получении. Он не привязан к учетной записи, но он привязан к отряду. К сожалению, обменом его передать нельзя. Как-либо продать на ауке тоже нельзя. Можно с твинка алхимика перебросить на мейна рейдера. И все. Массовое производство. Тут нужно прочитать первый зубец. В тот момент, когда мы крафтим какую-либо фласку, мы получаем баф — переливание настоев. И это переливание настоев дает нам ресурс фулл на 5 минут и стакается до 5 раз. Мы, само собой, это потестим. Далее правый талант имеет аналогичный баф. Быть может, это, конечно, все еще поменяется, но все же в рамках альфы нужно это глянуть, нужно все покрафтить и нужно все вкачать. Например, настой алхимического хаоса. Поехали, посмотрим, что будет выкрафчиваться. Получаем баф растущий. Находчивость немножко увеличивается. То есть получается 5 стаков с левого таланта и еще 5 стаков с правого таланта, но на этом игра вылетает. Окей, я перезайду, и мы в целом поняли, как это работает. Третья специализация связана с поушинами, с зельями. И что нас тут ждет? Ого, вот эта специализация. Да тут запутаться можно. Окей, хорошо. Первый центральный кружочек дает нам плюс мастерство для зелий. Зубцы дают там немного находчивости. А дальше мы получаем перепроизводство. И также имеется баф, который настакивается только для зелий. Хорошо, прокачаю абсолютно все и тоже потестим. В тот момент, когда я изучил полностью центральный кружочек, дали рецепт котла на поушины. Что он из себя представляет. Также привязан к отряду. И такие вот реагенты на текущий момент нужны. Окей, окей, хорошо. Покрафтим хилпоты, например, с целью того, чтобы бафчик разогнать. Бафчик дает нам перепроизводство. Таким образом, мы можем побольше крафтить поушинов. И также в момент первого крафта мы получаем еще для себя дополнительные поты. Это прописано в зубце. А именно, привет последним. Привет. Бафчик суммируется до 10 раз. И видно, как растет процент перепроизводства. Мне на текущий момент нужно профессию до сотни докачать, чтобы мы могли рассмотреть четвертую специализацию. Тауматургия. Это ответвление трансмутации. Открываем эту специализацию. И чекаем абсолютно все. Она новая и довольно-таки интересная. Изучим для начала абсолютно все зубцы. Прокачивая тауматургию, мы получили некоторые рецепты. Именно самый первый, тауматургия, с которого все начинается. И еще один, который позволяет нам трансмутировать мерцающий трансмутаген. Там все завязано на трансмутагенах. И давайте это рассмотрим. Получается, мы кидаем 20 травы. И должны получить хорошее количество трансмутагена. Первый крафт в день дает его в объемном количестве. Получили 8 кожи, 6 нестабильного и 19 мерцающего. То есть, всю траву, лишнюю траву мы кидаем в этот трансмутаген. С какой целью, а вот сейчас будем разбираться. Качаем зубцы дальше. Ртутный материал имеется. Есть нестабильный материал. Есть зловещий материал. Есть глимминг трансмутагент. Наверное, мерцающий, да, подразумевается? Да, все верно, абсолютно. И просто самая обычная трансмутация, где мы повышаем свое мастерство. Интересный ластовый зубец. Усиливает философский камень, увеличивает максимально возможное количество заряда трансмутации на 5. То есть, это идет для всяких слияний сияний. Мы можем, например, из трансмутагена сделать профанит. Ювелирный эпический камушек. Мы можем... Что еще сделать интересного вообще в принципе? То есть, мы гоняем тут эти трансмутагены между собой. А здесь что мы можем сделать интересного? Получили небольшое количество реагентов. По 3-4 штучки. Маловато. Профанит получаем в количестве одной штучки. И на различные другие слияния мы уже накинули себе кэдэшку. То есть, грубо говоря, как мне кажется, мы должны гонять эти трансмутагены в пользу того, чтобы в итоге вылутать эпический камушек. И на этом все. И эта вся их цель как-то слабенько. Возможно, я что-то еще не понял. Быть может, в неизученных рецептах мы увидим что-то интересное. И поймем, для чего еще это можно использовать. Неизученных крафтов достаточное количество. Различные снадобья базовые, которые почти никто никогда юзать не будет. Различные зелья, настои, злобные настои, флаконы и трансмутация. Рассмотрим все, начиная снизу. Можем трансмутагены гонять в ртутные травы. Таким образом, получить какое-то количество травы. Можем трансмутаген перекинуть в ртутную трансмутацию. Что это? Вопрос хороший. В какие-то благословения переменчивые. В камушек. Быть может, это руда. В плетение, в мрак, в зов и в травы. Таким образом, может быть, можно какое-то количество травы получить. Интересная штука это трансмутаген. То есть, как минимум, мы можем получить эпический камень. Это уже круто. Что-то еще, быть может, вылутать можно. По типу там, руды, травы, камней. А далее, флакон. Просто буду наводиться. Ставьте на стоп и чекайте, что дает поста там. Флакон номер 1. Флакон номер 2. Флакон номер 3. Флакон номер 4. Далее идут злобные настои. Аналог токсичных? Или что это такое? Откуда вообще? А, это пвпшные, походу, судя по всему. Увеличивает количество получаемых очков в честь на 15%. Хонор фарм? Вау! Настой номер 2. Настой номер 3. И настой номер 4. Далее идут обычные настои. Повышение скорости. Номер 2. Повышение крита. Номер 3. Номер 4. Повышение универсальности. И номер 5. Повышение искусности. Далее идёт зелье. Номер 1. Настой. Номер 2. Это инвеспот. Номер 3. Номер 4. Номер 5. Номер 6. На скорость передвижения. И номер 7. Увеличение брони. Также имеются базовые снадобья. Монопоушен. Хилпот плюс монопоушен. 2 в 1. И дистиллят дремлющей души. Как-то так получается. Касательно финального вердикта. Да, последняя специализация довольно-таки интересная. Алхимики будут веселиться с этими разными трансмутагенами. Уверен, им будет весело. Тут вкладка маленькая. Тут тоже вкладка маленькая. Да, разбили на 4. Но в итоге так мало талантов. Это грустно. Тут усиление различных трав. Мы лучше работаем с ними. Да, круто. Некоторые крафты получают нереально много мастерства. Но в итоге это всё как-то смотрится грустно. Какие-то... Хотелось бы видеть таланты нереально мощные. Которые прям хочется прокачивать. А в итоге ты видишь только те таланты, которые... Дают тебе немножко мастерства. И на этом всё. И у меня на этом всё. Монолог мой подходит к концу. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. До скорого. До скорого.